С начала этого года на дорогах Керчи погибли 17 человек и трое только за эту неделю. Все пешеходы. Два пенсионера и молодая девушка, у которой впереди могла быть счастливая и долгая жизнь. Пешеходный переход по генерала Петрова, где сбили молодую керчанку, считается опасным. И несмотря на трагедию, горожане продолжают легкомысленно переходить дорогу, не оглядываясь по сторонам, в наушниках. Вот вы сейчас перехотили проезжую часть наушнику. Вы посмотрели налево-направо, да? А вы знаете, что при переходе по пешеходному переходу нельзя отвлекаться, слушать радио, разговаривать по мобильному переходу. Знаете об этом? Просто вы отвлекаетесь, вы идете, вы не слышите. Вы можете попасть под колеса транспортного средства. Нередко пешеходы нарушают правила дорожного движения автоматически, следуя проторенными дорожками, срезая путь. Выиграв несколько метров и пару секунд, однако, можно получить травмы. Буквально сегодня на Ворошилово пожилая керчанка переходила дорогу недалеко от перехода и угодила под колеса автомобиля. Правоохранители обращаются к жителям города, граждане. Будьте внимательны и берегите свою жизнь. Товарищи пешеходы, госавтоинспекция обращается к вам, чтобы в темное время суток вы использовали светоотражающие элементы, чтобы водитель мог вас заметить и вовремя остановить автомобиль, когда вы переходите проезжую часть в положенных местах. Конечно, не во всех авариях виновны пешеходы. Автомобиль – объект повышенной опасности. Это более тонны металлов в движении. И травмы, нанесенные человеку, несопоставимы с повреждениями автомобиля. С начала года в авариях в Керчи травмировались более 100 человек, из них 20 детей. Напоминаем водителям о соблюдении правил дорожного движения. Приближение к пешеходному переходу нужно снизить скорость. Если вы увидели пешеходов, которые хотят вступить на проезжую часть или уже начали переходить, вы должны остановиться. Отдельная история пьяные водители. Административные и уголовные дела этой категории рассматривает мировой суд. И статистика страшная. Хоть идет и по телевидению, и по радио, большая пропаганда того, чтобы люди не садились в нетрезвом состоянии. Где-то 10 дел каждому судье в неделю поступает именно этой категории. То есть, с учетом того, что у вас 7 судей, то есть порядка 70 дел. Да, в неделю поступает. Каждое третье уголовное дело, поступающее на судебный участок, на рассмотрение в мировом суде, это и есть повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Правоохранители города не устают напоминать участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил. Однако здесь раз и навсегда важно осознать, на кону человеческая жизнь и часто собственная. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, специально для Кишнад ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова